Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочки летчики. Она на ходу пытается поиграть, попрыгать. В этот момент их сфотографировал военный корреспондент, где-то в районе Невского. Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пестаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатывают в журналах, памятные даты вместе с фотографией занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвецами. Присмотревшись, видите, первая женщина постарше, вторая еще ребенок, девочка. Но и лицо, и фигуры у нее старушечие. А у прыгающей девочки не ножки, спички, и только колени уродливо раздались. Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире Вероника Александровна Паховой. Скоро пришла и ее дочь Флора Михайловна, такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах. На столе перед нами лежал семейный альбом, знаменитый на весь мир блокадной фотографии здесь, в этой квартире, семейный память. Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии. Блокадники вкреплены в маску ленинградцев. Эту женщину Веронику Александровну многие, возможно, даже видели, приходя на мойку в академическую кафе. Старая женщина с очень домашним добрым лицом. Проверяет билеты, предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать ее дочь Флору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же, на мойке, в двух шагах от места работы. В двух непросторных квартирах мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ сначала матери, затем и дочери. Вы не видели людей, которые падали от голода. Вы не видели, как они умирали. Вы не видели в родных тел, которые лежали в наших прадщинах, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. Старшей Лоре было 13 лет, а она лежала в голодном параличе. Дистрофия была жуткая. Как видите в фотографии, это не 13-летняя девочка, старей старуха. Вероника Александровна, вот это слева Лора. Да, мне было 34 года, когда я потеряла мужа на фонте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моим беденем в Сибирь, там решили, что приехали две сестры. Настолько она была страшна, стара и вообще ужасна. А ноги, это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги. У меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки неводной болезни. Мега у нас у всех была жуткая, потому что, сами понимаете, что со 125 граммов хлеба, который мы имеем в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба в музее, он уже высох и лежит, как что-то наручно сделанное. А вот тогда его брали в руку, с него текла вода, и он был, как глина. И вот такой хлеб детям. У меня, правда, дети не были приручены просить. Но ведь глаза-то просили. Видите эти глаза, просто знаете, это не передать. Гостиный двор горел больше недели, и ему залить было нечем, потому что водопровод был испорчен. Воды не было, людей здоровых не было, рук не было, у людей уже просто не было сил. И все-таки с конца в конец были люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывезти из Ленинграда. Ждали более страшных времен. Не знали, что все пройдет так хорошо. Начнется прорыв, и пойдут наши войска. Пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце 42-го года. А третья ваша, младшая, да, как видите, она пытается прыгнуть. Хотя ее колено вот такое было. Оно было что распухшее, налитой водой. Ей 4 года. Что вы хотите? Солнце вреет, она с мамой идет. Мама обещает. Вот погуляем, придем домой. Сходим в столовую, возьмем по карточке обед. Придем домой и будем кушать. А ведь слово кушать, это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она бывало садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки, это было ее постоянное занятие, и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опушкой и отекшей. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек. Вроде карточек они ей казались. Да, она бумажки рвала вроде, как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумаженочек. Сейчас она взрослый человек, у нее двое детей. Как ее зовут? Ее зовут Доларис. Она родилась в 37-м году. У меня муж был военный. Жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке. А где погиб ваш муж? Муж погиб в 42-м году при переправе через Ладову. Он был человеком медной профессии.